Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас очередная рубрика «Находки с маркетплейсов». Так как впереди майские праздники, а потом вообще лето и период отпусков, то сегодня мы решили снять для вас находки для путешествий. Все из них мы опробовали на себе, поэтому товары очень полезные. Поехали! И первый товар — это мини-флаконы, которые можно взять с собой в ручную кладь. В них можно налить косметику. Девочки знают, что косметика очень дорогая, и не все тюбики разрешают привезти с собой в самолете в ручной кладе, а только те, которые объемом до 100 мл. И, в принципе, большую бадю шампуня брать с собой в путешествие, даже если вы едете с багажом, тоже не всегда целесообразно. Поэтому такие вот мини-баночки, мне кажется, они просто must-have для всех, кто едет в командировки, в отпуска, вообще куда-нибудь. Попробуйте их хотя бы раз, и вы поймете, насколько это удобно. Наборы есть абсолютно разные. Они называются обычно travel-набор или travel-формат, или какие-то, ну, просто мини-емкости можно ввести в поиски на Ozone или на Valberis. Их очень много. Есть варианты с дозаторами, есть варианты с распылителями, есть просто откручивающиеся баночки, есть даже тюбики. В общем, подбирайте те, которые вам больше нравятся, покупайте наборы, или можете заказать отдельно. Второй товар в нашей подборке — это чемодан для ручной клади. Конечно, у разных авиакомпаний нормы провоза ручной клади различаются. В Победе вообще, в принципе, ты ничего, кроме маленького рюкзака с собой не возьмешь. Но если мы с вами летаем аэрофлотом или Россией, то вот такой вот чемодан для ручной клади, они обычно так и называются, точно вам подойдет. Его можно взять с собой прямо в салон самолета, и никто вам ничего не скажет. Поверьте, это намного удобнее, чем таскать с собой рюкзаки. Чемоданом удобнее пользоваться почему? Потому что, во-первых, он на колесиках. И, кстати, я сейчас покажу вам чемодан, который есть у нас. Он мне очень нравится, но вариантов на самом деле много. Есть и супердорогие чемоданы, и примерно в такой же ценовой категории. Главное при выборе обращайте внимание на то, чтобы колесики у него поворачивались, а не только ехали прямо, потому что такой чемодан возить удобнее. Второе. Чемодан можно полностью расстегнуть, разложить, и так намного удобнее его собирать и доставать вещи. Третье. У него очень много отделений. Можно таблетки сложить, можно обувь сложить, и вещи в разные карманы. Ничего у вас практически не помнется, и все прекрасно доедет. Главное, еще раз уточню, смотрите обязательно на сайте авиакомпании габариты провоза ручной клади и обращайте внимание на вес. Потому что, если даже вы пройдете по габаритам, и если вы набьете чемодан больше 10 килограмм, например, у Аэрофлота, то за ручную кладь вам придется доплачивать. Третий товар, который пригодится вам не только в путешествиях, но и в путешествиях, особенно эта маска для сна. Я знаю, что многие люди их не понимают, и я вообще без нее жизни своей не представляю, потому что использую ее даже дома. А если вы приехали в отель, где у вас нет штор-блокаут, и вам там очень сильно светит в окно, если вы приехали после рейса, после ночного перелета, и вам хочется лечь поспать, если вы хотите поспать в самолете, в автобусе, в поезде, вы надели эту маску, и все, и прекрасно спите. Поэтому обязательно купите себе такую. Еще один товар, который точно пригодится вам в путешествиях, и не только, это сухой шампунь. Но для путешествия я советую выбирать именно travel формат, это сухой шампунь объемом до 100 мл. Что он делает? Он может мгновенно ваши волосы сделать чистыми, без мытья. Девочки наверняка знают про такой сухой шампунь, парням он тоже пригодится, у меня муж пробовал, ему понравилось, правильно? Конечно, всегда лучше пойти в душ и помыть голову, но разные бывают ситуации, например, вы прилетели, у вас там какая-то важная встреча, и вам нужно быстренько освежить прическу, укладку, побрызгали, втерли в корни, там есть инструкция, и все, погнали. Шампуни бывают разные, я их пробую все, мне кажется, в принципе, они все плюс-минус одинаковые, поэтому вводите на любом маркетплейсе название сухой шампунь и пользуйтесь. Следующий товар, вероятно, вас удивит, но я бы очень советовала купить вам в путешествии одноразовые тапочки, потому что, когда вы добираетесь, например, до аэропорта, вы целый день гуляли, потом ехали на аэроэкспрессе или на такси, потом шли, проходили все эти бесчисленные контроли, потом, наконец, дошли, сели ждать свою посадку, и посадку, например, ждать еще полтора часа, потому что мы же заранее в аэропорт приезжаем, ногам хочется комфорта и какого-то уюта, и в этом случае я просто достаю одноразовые тапочки и переобуваюсь. Люди, которые сидят рядом, смотрят на меня и такие с вопросом в глазах, а что так можно было? Этим лайфхаком я пользуюсь постоянно, я всегда вожу с собой одноразовые тапочки, и мои ноги мне всегда говорят спасибо, поэтому закажите их на маркетплейсах или можно стырить с отеля одноразовые тапочки, они обычно там выдаются, например, если вы в номере живете один, у вас, скорее всего, будет комплект на двух гостей, одни тапочки можно спокойненько увезти с собой, никто вам ничего за это не скажет, так что пользуйтесь. Еще один товар, который точно вам нужен, я не знаю, как многие люди без него до сих пор живут, это чехол на чемодан. Они продаются разные, их можно подобрать абсолютно для любого чемодана, нужно просто смотреть по размеру, они на замочке с резиночками, они прекрасно крепятся, хорошо держатся и защищают ваш чемодан от каких-то мелких повреждений и от грязи. А еще классное преимущество, что купив такой чехол, вы можете выбрать дизайн, который вам нравится, и вы увидите ваш чемодан на ленте багажа издалека, потому что бывают такие случаи, когда люди с какими-то там синими, черными чемоданами случайно берут не свой багаж, и потом его ищут, ну потому что, правда, легко очень перепутать. А с чехлами это сделать намного, намного сложнее. Зачем вообще сейчас, в 2024 году, обматывать багаж пленкой, если можно купить такой чехол и все? Я не понимаю. И еще один завершающий товар на сегодня, это карандаш от мозолей. Мне его вообще посоветовала подруга, я сначала не поверила, что она работает, потом заказала себе на маркетплейсах, протестировала, поняла, что вещь вообще классная, особенно для лета, когда мы носим открытую обувь, когда ноги отекают, потеют, и вот эти вот постоянные мозоли, даже от обуви, которую мы носили уже 5 лет, все равно она может натереть. Поэтому этот карандаш, он не помогает, если у вас уже есть мозоль, но он поможет в случае профилактики. Если вы надели новую обувку, или если вы знаете, что вам очень долго ходить, или если вы чувствуете, что что-то уже не то, просто мажете этим карандашом, и мозолей у вас не будет. Он реально работает, я заказывала себе вот такой, но, наверное, есть такие карандаши других производителей, мне кажется, они плюс-минус одинаковые. Это вещь для поездок, для путешествий, если вы планируете долго ходить по экскурсиям, и гулять по городу, просто незаменимая. Такая у нас сегодня получилась подборка для ваших будущих каникул, отпусков и путешествий. Пишите, если какие-то товары вам понравились, не понравились, отправляйте в комментариях ваши варианты, и пишите, какую подборку с маркетплейсов сделать для вас в следующий раз. Всем пока!